Работая на серьезном предприятии, можно оставаться веселой, творческой и артистичной личностью. Работницы открытого акционерного общества «Беларуськалий» пришли на кастинг конкурса красоты, чтобы побороться за звание первой красавицы. Для того, чтобы завоевать благосклонность жюри, у каждой из участниц несколько минут. В ходе кастинга, кроме своей красоты, девушки демонстрировали актерские танцевальные способности, литературные таланты и вокал. Несмотря на зиму за окном, в зале кипели страсти. Для меня очень волнительно пройтись, показать себя, рассказать о себе, какой ты весь молодец, чего ты умеешь, чего ты достиг в своей жизни. Никогда не было такого жизненного опыта, это впервые. Все всегда с детства говорили, почему я не моделька, потому что рост хороший. И мне как-то всегда было страшно волнительно. И вот предоставилась такая возможность, почему бы и нет, почему бы не попробовать это в своей жизни, новый опыт, так сказать, движение вперед. Творческий конкурс среди работниц предприятия проводится в третий раз и приурочен к его 60-летнему юбилею. В этом году заявки на участие в кастинге подали 35 девушек. И каждая достойна пройти дальше. Но конкурс есть конкурс, и королевой красоты станет лишь одна. Мы начинаем подготовку к нашему одному из крупных таких мероприятий, уже посвященных 60-летию нашего предприятия. Состоится оно в марте, мы планируем 6 марта провести. Это будет конкурс красоты. Название его рабочее «Красота на все времена». Это будет конкурс «Королева красоты Беларусь-Кали-2018». Это все девушки, которые работают на рудоуправлениях, работают на руднике, работают во вспомогательных подразделениях. Конечно, при отборе мы постараемся сохранить, чтобы каждое наше производство было представлено. Девушки очень великолепные, красивые, удивляют своей харизмой, красотой, грацией своей. И достаточно сложным будет выбор нам сделать, потому что, честно говоря, растерянно не ожидали. Очень много красивых девушек. Мы сейчас с ними пообщались, сфотографировали, где-то себе пометки сделали о том, кто что хочет ставить, насколько хотят участвовать, раскрыть себя в какой области. Теперь будет обсуждение, и по итогам обсуждения мы же выберем девушек. У выбранных конкурсантов сейчас начнется пара активных репетиций. Уже на этой неделе для девушек запланирована фотосессия. А на итоговом выступлении претендентки покажут все, чему научились за время репетиций. Финал конкурса пройдет в марте этого года.